Продолжение следует... И картинка с проспектом, с таким зонтики, деревья, березки. И вот к чему мы пришли, к сожалению. Очень грустная картина. У местных жителей и раньше был повод взгрустнуть. Ровно месяц назад мы рассказывали о неприятном запахе, который распространяется от очистных сооружений. При таянии снега обнаружилась новая напасть. Не совсем естественный цвет речного льда. Тут и выяснилось, что на вкус и цвет товарищи есть. Запах жуткий. Речка позеленела буквально дня 3-4 назад. Сначала никто значения не придавал. Ну, позеленела, позеленела. Потом у нас в группе начался, как сказать, кипиш. Что такое? Почему такая зеленая? Кто-то начал писать, что весной она всегда такая. Ну, первый раз слышу, что речка зеленеет весной. То есть это абсурд. Обсуждение ситуации вылилось на страницы социальных сетей. По русской традиции смеха сквозь слезы народ даже пытался шутить над ситуацией, публикуя смешные картинки. Но активность местных жителей не ограничилась выпуском пары в интернете. Нашим активным домом и не только 14-м, а также 15-м были предприняты меры коллективные. Именно не каждый по отдельности, а чтобы почувствовать мощь и силу, да, коллектива писали коллективные жалобы. Ну, как нам написали, что было предписание застройщику о том, что он должен устранить это все. К апрелю, там, да, к марту. Ну, то есть вот эти сроки. Мы их, конечно же, ждем. Ждать ли обещанного в соответствии с российской поговоркой три года, или все же проблема решится в озвученные сроки, мы спросили у сотрудника муниципалитета. В администрации Ленинского района 16 февраля состоялось внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На заседание комиссии рассматривался один вопрос. Экология в районе квартала Купеленка. 30 апреля предписано компании Телсиком выполнить необходимые работы. Представить результаты. Впереди не так много времени, всего чуть больше двух месяцев. На очистных сооружениях даже появились рабочие. Но по наблюдениям местных жителей, работа идет ни шатка, ни валка. Вот там труба такая есть, металлическая, видно, какая-то труба проложена новая. И сейчас утепление вот этого маленького здания идет. Все. Но даже когда застройщик запустит очистные сооружения, по словам сотрудника администрации, злоключение для него не закончится. Даже не специалисту понятно, что вред окружающей среде нанесен немалый. Вопрос на контроле государственных органов. Ну а по факту того, что произошло буквально вчера, так как цвет воды изменился, вот сейчас мы здесь ощущаем с вами достаточно сильный запах. Администрации направлены письма в Роспотребнадзор, Министерство экологии по Московской области и в прокуратуру по городу Видное для принятия мер реагирования. И эти меры весьма существенны. Речь идет о том, чтобы запретить местным застройщикам вводить дома в эксплуатацию до тех пор, пока не будет решена проблема с очистными сооружениями. А это прямая потеря прибыли. Стоит думать, это возымеет действие. Максим Козлов, Владимир Бижонов и Екатерина Чернышева. Видное ТВ.